После смерти Свейна Велоборода в 1014 году Этерет вернулся в Англию, а Кнут был вынужден отплыть домой в Данию, где он собрал силы, чтобы вернуться в Англию в 1015 году. В 1015 году здоровье Этерет ухудшилось, и Англия разделилась по вопросу о том, кто наследует трон в случае его смерти. Некоторые части страны объединились с Кнутом и Викингами, в то время как другие выразили поддержку Эдмунду Эйронсайду, также известному как Эдмунд II, который являлся сыном короля Этереды Неготового и его первой жены Эльги Фуёрской. Она умерла примерно в 1002 году, после чего Этерет снова женился, на этот раз на Эме Нормандской. Этерет умер 23 апреля 1016 года, сделав Эдмунда королем. Прозвище Эйронсайт было дано ему из-за его доблести в сопротивлении датскому вторжению под предводительством Кнута Великого. Эдмунд и Кнут вели жестокую и затяжную войну. После нескольких крупных столкновений, последняя решающая битва конфликта произошла 18 октября при Асандауне, после чего лидеры согласились разделить королевство. Эдмунд сохранил Весекс, а Кнут остальную часть страны. В течение короткого периода в 1016 году в Англии было одновременно два короля. Но это долго не продлилось, так как вскоре 30 ноября 1016 года Эдмунд умер. У него осталось двое маленьких сыновей. Эдвард Изгнанник и Эдмунд Этилинг. Причиной смерти Эдмунда Эйронсайт могли быть ранения, полученные в бою или какая-то болезнь. Однако вполне возможно, что его убили. Кнут стал бесспорным королем Англии в 1016 году. И как датский король Англии, он быстро устранял любые возможные вызовы со стороны выживших из могущественной династии Весекса. Сыновей Эдмунда Кнут отправил в Швецию, где он, вероятно, надеялся, что они будут убиты и забыты. Но Олаф, король Швеции, вместо этого отправил их в Киев для безопасности, где его дочь Ингрид была супругой Ярослава Мудрого, великого князя Киевского. В Софийском соборе в Киеве находится фреска, на котором изображена вся семья. Ярослав, Ирина, так называли Ингрид на Руси. Их четыре дочери и шесть сыновей. По крайней мере, три дочери Ярослава были замужем за иностранными князьями, жившими в ссылке при его дворе. Анна Киевская вышла замуж за Генриха I французского и была регентом Франции в то время, когда их сын был несовершеннолетним. Она была самой любимой дочерью Ярослава Мудрого. Предполагается, что Агата, другая дочь Ярослава Мудрого, была женой Эдуарда Изгнаника из королевской семьи Англии, мать Эдгара Этелинга и святой Маргариты Шотландской. Анастасия Киевская вышла замуж за герцога венгерского Андраша. Когда ее муж вернулся в Венгрию и взошел на престол, Анастасия Киевская стала королевой Венгрии. В 1046 году Эдуард Изгнанник и Эдмунд Этелинг переехали из Киева в Венгрию в свете Андраша, будущего короля Венгрии, и долгие годы оставались при его дворе. В то время в изгнании также находились два других законных наследника престола Англии. Этелинге Эдвард и Альфред, сыновья Эммы Нормандской и Этереда Неготового, которые жили при Нормандском дворе у своего дяди по материнской линии, Ричарда Второго Доброго, герцога Нормандии. Этелинг с англосаксонского означает «князь» или «дворянин», наследник престола. Итак, Канут стал признанным королем Англии. Его коронация прошла в Лондоне на Рождество. Он стал королем Дании в 1019 году и Норвегии в 1028, что сделало его правителем империи, окружающей Северное море. Король Кнут, также известный как Король Канут, одна из самых выдающихся фигур англосаксонского периода. Жестокий датский король-воин, покоривший обширные территории Северной Европы и правивший Англией между 1016 и 1035 годами. В юности Кнут женился на Ильгифу. У них родилось двое сыновей – Свейн и Гарольд. Однако церковь официально не признала этот брак, поэтому Кануту разрешили снова жениться. Ему нужна была английская поддержка против внешних опасностей. Летом 1017 года, после завоевания Англии в 1016 году, Кнут послал гонцов в Нормандию за Эммой с намерением жениться на ней. Свою первую жену, известную как Ильгифу из Норгептона, Кнут отправил в качестве регента для управления Норвегией вместе с их старшим сыном Свейном. Кнут укрепил свое положение, женившись в 1017 году на вдове Этерида Эми Нормандской. У них родилось двое детей – сын по имени Харте Кнут и дочь по имени Гунхильда. Кнут оказался эффективным правителем, который принес в страну внутренний мир и процветание. Он стал решительным сторонником и щедрым покровителем церкви. Его поездка в Рим была вдохновлена религиозными, а также дипломатическими мотивами. В начале своего правления Кнут прибегал к жестоким мерам, чтобы сохранить свое положение. Но через несколько лет, когда его положение укрепилось, он принял более справедливую политику и позволил большему количеству саксов занять руководящие должности. Кнут сделал англичанина Годвина графом Уэссекса, который со временем стал частью большой королевской семьи. Годвин поклялся верности Кнуту в 1023 году и стал самым могущественным графом Англии. 12 ноября 1035 года Кнут умер. Король Кнут признан выдающимся королем англосаксонской эпохи, так как был одним из самых успешных королей раннего средневековья, управляя Скандинавской империей, простирающейся по всему миру Северного моря. Только два короля в английской истории известны как великие, и один из них был датским. Король Кнут умер 12 ноября 1035 года в Шатсборе в Дорсити в возрасте около 40 лет и был похоронен Винчестерском соборе. В настоящее время Кнут известен прежде всего анекдотом произведением религиозной литературы под названием «Канут и волны», иллюстрирующим благочестие и смирение короля Канута Великого, записанным в XII веке Генрихом Хантиндонским. Как и многие лидеры и люди власти, Канута окружали люди, которые всегда его хвалили. История гласит, однажды Канут прогуливался по берегу моря. Его придворные, надеясь доставить ему удовольствие, снова хвалили его, как обычно. Король был разумным человеком, и эта лесть была ему неприятна, поэтому он решил преподать своим придворным урок. Во время отлива Канут приказал своим слугам поставить его трон на берегу, на котором он расположился в ожидании прилива. Придворные внимательно следили за волнами, не желая намочить свои одежды. Когда ситуация изменилась, они рискнули предложить королю поставить трон подальше на берегу. Канут небрежно сказал, что не хочет передвигаться, поскольку они клялись, что он господин земли и моря. Он прикажет волнам остановиться. Протянув свою руку, он приказал воде не приближаться к нему. Но волны поднимались все выше и выше, пока брызги не залили красивой одежды придворных и вынудили их и короля поспешно отступить. Когда они все оказались вне досягаемости прилива, Канут серьезно сказал своим придворным, что только бог является хозяином моря, и заставил их так стыдиться своих бессмысленных разговоров, что они никогда больше не осмелились льстить ему снова. В этой истории Канут демонстрирует своим льстивым придворным, что светская власть чьи славна, по сравнению с верховной властью бога. Кнут Великий, король Дании, Норвегии и Англии имел трех сыновей. Свейн и Гарольд были сыновьями от его первой жены Ильгифу из Наргиптона, дворянки Мерсия. Харды Кнут был сыном Канута и Эмы Нормандской. Детство Харды Кнут провел в Дании, куда его отправил отец. Канут намеревался разделить свои владения между тремя сыновьями. Он оставил Норвегию своему старшему сыну Свейну, Данию Гарольду. Но после смерти короля Гарольд захватил трон Англии, поскольку он был единственным из сыновей Кнута, находящегося в Англии в то время, и получил поддержку графа Леофрика Мерсийского, а также большинство датчан. Гарольд официально стал королем Англии в 1037 году. Гарольд Первый получил прозвище Заяц за его скорость и умение охотиться. Свейн стал королем Норвегии, правил там с 1030 года до своей смерти, примерно одновременно со смертью Кнута. Хардекнут сменил своего отца на троне Дании. Сыновья Эммы, Эдвард и Альфред, от Этереда неготового, также претендовали на трон. Это был кризис престола наследия после смерти Канута. Королева Эмма Нормандская, пользовавшаяся поддержкой знати Уэссекса и особенно графа Годвина, чрезвычайно влиятельного дворянина, сумела сохранить контроль над Уэссексом, где Эмма исполняла обязанности регента в отсутствии Хардекнута, который еще оставался в Дании. Эмма предприняла энергичные попытки сместить Гарольда в пользу своего сына. Правление Гарольда было коротким, но жестоким. Годвин, принимая ситуацию, перешел на другую сторону и покинул Эмму Нормандскую. Наследники бывших англосаксонских правителей пытались вернуть дом Уэссексов на престол Англии. Эдвард и Альфред в изгнании в Нормандии собрали флот и отплыли в Англию. Подойдя суд к Гентону, они обнаружили, что город не желает принимать ни одного из сыновей слабого и ненавистного Этереда. Старший Эдуард решил вернуться в Нормандию. Альфред Этелинг решил навестить свою мать. По дороге Винчестер его встретил могущественный граф Годвин, который сначала заявил о верности молодому принцу, несмотря на то, что трон уже был занят Гарольдом Первым. Альфреда схватили и доставили на лодке в монастырь Элли. Когда лодка достигла берега, его глаза были выколоты. Некоторое время за ним ухаживали монахи, но вскоре Альфред Этелинг скончался в мучении от полученных ран. Вероятно, это произошло 5 февраля 1036 года. Это событие позже повлияло на отношения между его братом Эдвардом и Годвином. Эдвард считал Годвина, ответственным за смерть своего брата. Эмма была вынуждена покинуть страну, укрывшись во Фландии, и там к ней присоединился Хардекнут. Вместе они начали строить планы по вторжению в Англию. Ранее смерть Гарольда 17 марта 1040 года в Оксфорде в возрасте до 24 лет позволила его сводному брату Хардекнуту мирно въехать в Англию. Причина безвременной смерти Гарольда не установлена. Англосаксонская хартия приписывает внезапную болезнь Гарольда божественному суждению. Участие Хардекнута в войне против короля Норвегии Магнуса I привело к тому, что он не смог обеспечить свои права на трон Англии сразу же после смерти короля Канута. Магнус был незаконорожденным сыном короля Норвегии Олафа Харрельсона, позже известного как Святой Олаф. Олаф был свергнут датским королем Кнутом Великим в 1028 году и Олаф отправился в изгнание со своей семьей и двором, включая молодого Магнуса. Они путешествовали и в конце концов высадились в Киевской Руси, где Олаф обратился за помощью к великому князю Ярославу Мудрому. В начале 1030 года Олаф вернулся в Норвегию. Магнуса оставил на воспитании Ярослава и его жены Ингрид. В начале 1031 года в Киевскую Русь прибыла группа скандинавов, в которую входил дядя Магнуса Харальд Сигурцан, позже также ставший королем, а затем известным как Харальд Хартрада. Кстати, когда Хартрадо впервые явился при дворе Ярослава Мудрого, он встретил дочь великого князя Киевского Елизавету, которой тогда было 9 или 10 лет. А зимой 1044 года Елизавета вышла замуж за Харальда Сигурцана. Годом позже, в 1045 году, Елизавета или Элисив, как она стала известна, сопровождала Харальда в Норвегию, где она стала королевой. Итак, группа скандинавов прибыла в Киевскую Русь, чтобы сообщить новость о смерти отца Магнуса в битве при Стеклистаде. Свейн, старший сын Кнута и его мать Ильгифу, были регентами, правившими Норвегией. Однако норвежцы считали их правления репрессивными. Когда Магнус приехал в Норвегию, люди встали на его сторону и выступили против датчан. Свейн был вынужден бежать домой в Данию, где вскоре умер. Магнус был провозглашен королем Норвегии в 1035 году в возрасте 11 лет. Другой закон из сын Кнута от Эммы Нормандской Хардекнут правил в то время в Дании и хотел, чтобы его страна воссоединилась с Норвегией, в то время как Магнус начал кампанию против Дании. Хардекнут пришел к окончательному соглашению с Магнусом примерно в 1040 году и в этих условиях говорилось, что если кто-либо из них умрет без наследника, противник станет его преемником. Таким образом, под Английский престол была заложена бомба замедленного действия, которая взорвалась в 1066 году нормандским завоеванием Англии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok